У жителей республики возникает множество вопросов относительно сложившейся ситуации с вирусом, проведения лабораторных анализов и методов лечения инфекции. В ходе пресс-конференции министр здравоохранения Казим Шаманов, главный санитарный врач республики Сергей Бескокотов и главврач лаборатории Роспотребнадзора Хусей Батчаев ответили на вопросы журналистов. Мадина Каракетова подробнее. Журналисты республиканских СМИ собрали наиболее актуальные вопросы, которые задают жители республики. И один из них, как организовано, оказание медицинской помощи заболевшим ковид и достаточно ли медицинских работников. Министр здравоохранения Карачаева-Черкесии Казим Шаманов рассказал, что еще в марте, когда республика готовилась к пандемии, для оказания помощи предполагаемым больным на добровольной основе вызвали 73 человека. Желающих помочь было гораздо больше. И из их числа были составлены резервные бригады. Далее, по мере развития этой ситуации, количество медиков-добровольцев росло. На сегодняшний день в наших госпиталях работает 556 медработников. Создан резерв. Но успокаиваться на этом мы, конечно, не собираемся. Потому что никто не может на сегодняшний день предсказать, как будет развиваться ситуация. Министр здравоохранения выразил благодарность всем медицинским работникам, которые, зная, насколько рискованно им предстоит работа, все же от нее не отказались. И на решение большинства медработников работать в госпиталях для ковид-больных повлияли вовсе не материальные выплаты, озвученные президентом страны и главой республики, подчеркнул Казим Шаманов. Их решение было продиктовано чувством долгой ответственности перед жителями республики. На сегодняшний день у нас те, которые пришли в апрель месяце, они продолжили работать и в мае. Остались второй, на третий период остаются. Это бесценные кадры. Это те, которые наработали опыт. Они знают приблизительно, что ожидать в той или иной ситуации. Сейчас у них есть алгоритм действия. Еще один актуальный вопрос. Тесты. Достаточно ли их и сроки проведения. Сам анализ проходит недолго. Больше всего занимает время проба подготовки, насколько я знаю. И, естественно, это требует и определенных людских ресурсов, наличия определенных реактивов, сред, самых обыкновенных банальных пробирок. Но все это у нас в республике есть. И по объему тестирования, хочу сказать, мы в Северо-Кавказском федеральном округе находимся сейчас на втором месте из расчета на 100 тысяч населения. Вчера мы сделали, если центр гигиены, это 654 человека, и республиканская больница 138 человек. Это наше ежедневное. То есть ежедневно мы порядка 700 человек, две лаборатории, тестируем. Людей, я повторяю, людей не исследуем. Исследования, как сказал Сергей Васильевич, это как бы тоже работа. Одного человека бывает и два, и три исследования переходят, потому что ложноположительные тоже бывают. Приходится другими методами, методиками и добиваться нужного результата. Частая работа лаборатории подвергается критике. Жители требуют еще большего увеличения производительности. Хусей Батчаев рассказал, что уже 4 месяца лаборанты работают по 18 часов в сутки. Одной из причин задержки результата теста также является то, что приходится периодически тестировать людей из группы риска. В первую очередь медицинских работников. Людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями и работников соц. учреждений. Министр здравоохранения добавил, что сейчас решается вопрос о расширении количества лабораторий в республике и подготовке специалистов. Расширение возможностей уже действующих лабораторий. Ожидается поступление нового оборудования. Вся Россия столкнулась с одними и теми же проблемами. Мы все ищем одни и те же препараты. Мы все пытаемся купить одно и то же оборудование, которое чаще всего импортного производства. И, как уже сказали, в первую очередь они обеспечивают свои страны. И потом только это оборудование попадает на международные рынки. Но сегодня есть возможность найти, приобрести. Это указ главы расширить мощность наших лабораторий. И этот указ будет выполнен. А как быть при наличии симптомов, но лабораторно ковид не подтвержден, спросили журналисты. Из-за распространения данного заболевания мы забыли о том, что никто не отменял просто ОРВИ. Никто не отменял ангины. Никто не отменял кратковременное повышение температуры в зависимости от того или иного заболевания. И на сегодняшний день, если мы начнем человека лечить специфической терапией по лечению ковид, все препараты имеют свои противопоказания. Уж поверьте мне, особенно те препараты, которые используются, рекомендованы сегодня для использования при лечении ковид, все они имеют противопоказания. И некоторые из них достаточно серьезные противопоказания. Поэтому назначить однозначно терапию без подтвержденного диагноза, никто на себя такую ответственность не возьмет. Казим Шаманов подчеркнул, что лекарства от этого вируса еще не придуманы. Все препараты рекомендуемы. Россия пользуется опытом стран, которые до нее вошли в эту ситуацию, и рекомендации Минздрава России. Плаквинил, гидроксихлорахин, калетра, каледовир – эти препараты в республике на сегодняшний день имеются в достаточном количестве. И мало этого, для амбулаторных больных, у которых подтвержден ковид, эти препараты выдаются бесплатно. Все остальные симптоматические препараты, как положено в амбулаторном звене, наши пациенты приобретают сами. А специфическое все лечение мы стараемся предоставлять всем бесплатно. Казим Шаманов также развеял слухи о нехватке коек для зараженных ковид, пояснив, что на сегодняшний день госпитали Карачаева-Черкесии располагают с 630 койками, среди которых есть и резервные. Но готовятся и дополнительные койки в нескольких лечебных учреждениях республики. Компьютерная томография. Не всем ее делают. Это еще одна жалоба, часто поступающая в СМИ от жителей республики. Разъясняют, что ее делают только при острой необходимости, поскольку КТ подвергает облучению организм. Если у вас нет признаков пневмонии, так зачем вам дополнительную нагрузку на свой организм делать в виде облучения, которое вам не нужно, не показано. Поэтому я еще раз призываю жителей только по назначению врача. Завершая пресс-конференцию, министр здравоохранения Казим Шаманов отметил, что и наша республика, как и весь мир, встала перед очень серьезной проблемой. Призвал не игнорировать рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава. Пользоваться средствами защиты, не выходить без крайней необходимости на улицу. А если уж вышли, соблюдать социальную дистанцию. Мадина Каракетова, Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.